всем привет компания faberlic продолжает акцию давай меняться и если в девятом каталоге мы с вами меняли наши ненужные флаконы от туалетной воды не марки faberlic объемом от 30 миллилитров на скидку 70 процентов по самым дорогим парфюмированным туалетным водичкам то сейчас точно такая же акция действует будет действовать в десятом каталоге со второго по 22 июля и будет она действовать на самую дорогую серию косметики декоративной тоже из этого каталога серию секрет и входит в эту акцию тушь главная роль и помада рената что хочу рассказать то же самое в принципе условия все те же самые берете тушь любую не марки faberlic которая у вас закончилась которая вас не устраивает которую вы можете просто там взять у своей подружки делаете заказ добавляете туда эту тушь вот эту тушь она будет вам всего 199 рублей вместо 399 рублей то есть скидка примерно также 70 процентов потому что все скидки у нас считаются от зачеркнутой цены здесь зачеркнутая цена 550 рублей а по факту вы купите за 199 рублей тушь то же самое с помадой берете любую помаду мне подружка уже дала свою закончившуюся помаду для того чтобы я выменяла на скидку на помаду рената про помаду рената и про эту тушь расскажу сейчас попад поподробнее помада рената зачеркнутая цена целых 650 рублей то есть она еще и дороже а вы тоже также сможете приобрести за 199 предоставив на пункт выдачи какой-нибудь вот такой ненужный тюбик от любой абсолютно помады но главное чтобы эти средства были не faberlic а любые другие что касаемо туши давайте примерно вам расскажу про эту тушь у меня к сожалению нет флакона от этой туши но есть вот ту же золотом футляре она немножко отличается конечно же ну во первых темно-розовый цвет у этой туши во вторых она приходит в бархатном футляре это нет а вот это приходит в бархатном футляре и еще и в золотой коробочке то есть очень презентабельный вид очень качественная тушь в самом внутри флакона с чем она мне запомнилась тем что у нее кисточка по толще средний то есть вот это вот наверное средний а то будет чуть чуть потолще ну и то что ее можно наслаивать даже спустя несколько часов после первого нанесения она не осыпается она как их очень хорошо ложится и дает хороший объем ресниц единственное что она не очень черная да если допустим сравнивать с push up то она все-таки как я бы сказала средний черная а так к этой туши у меня об этой туши только хорошие воспоминания и если я найду флакончик не faberlic у меня просто штук 20 флаконов есть от faberlic различные до чтобы вам в обзорах сравнение показывать они все хранятся а не fabi тушь не faberlic я уже сто лет не покупала и ну я думаю что у кого-то найду я бы купила но если не найду расстраиваться не буду поскольку у меня очень много моих любимых туши сейчас лежат запасе поэтому особого расстройства я не испытаю ну а вам я просто рекомендую все вот это провернуть купить и попробовать что касается помады губной рината несколько оттенков доступны и я думаю что именно этот продукт разберут в первую очередь я снимала обзор на эту помаду я вам показывала ее вживую на губах и попробую его прикрепить если не забуду если забуду девочки пожалуйста напомните я прикреплю ссылку на то видео под этим видео ну или поищите сами в обзорах продукции в плейлисте это видео сто процентов есть у меня на данный момент есть пять оттенков в пробниках с тех пор как я сняла то видео я не докупала и сейчас на мне оттенок я сейчас скажу какой самый нижний 40 302 многогранный коралловый это очень красивый оттенок я уже в инстаграм разместила фото где я с этой помадой ну и сейчас я в ней мне очень нравится она яркая она не красная но она очень очень вот прям такая летняя легкая блестящая и еще один мой любимый оттенок это 40 172 в нем я тоже появлялась на видео и все оценили его красоту его нежность его благородный блеск такой но к сожалению конкретно эти два оттенка могу сказать что они растекаются и с карандашом и без карандаша я буквально сегодня с утра прочитала комментарии не под моим видео о том что марина соловьева сказала что эти помады текут девочки у нас внутри серии все помады разные это уже не только этой серии касается а другой какая-то помада ложится плотнее какая-то мягче какая-то слабее это даже зависит не от того какие компоненты туда входят от того как ведет себя сам пигмент то же самое туши касается теней и всего другого поэтому абсолютно одинаковыми они получиться не могут и конкретно два оттенка коралловый и красный они вот из тех пяти что я пробовала они немножко растекаются для кто-то этот момент не замечает кто-то этот к этому моменту относится очень спокойно лично мне это не очень нравится но все-таки о покупке вот этого оттенка я призадумалась потому что я вчера походила с ним день и минут через 40 как день да я накрасила и ходила до тех пор пока он не сотрется несмотря на то что помада немножко жирненькая ощущение есть такого тонкого покрытия все равно есть немножко какой-то жирности у него но не плотной не тяжелой а именно как будто у вас бальзам на губах вот вот такое примерное ощущение и она да она минут через 40 пошла растекаться вот здесь вокруг губ и ответила автор видео что у всех губы разные и у кого-то течет у кого-то нет девочки у нас губы действительно у всех разные но ни у кого нет идеальной поверхности куда бы не затекала эта помада ни у кого нет такой ровный или наоборот супер шероховатый за контур которого бы эта помада не смогла затечь поэтому я думаю что затекание есть абсолютно у всех и у меня они были даже с карандашом на красной помаде но это я говорю конкретно о том оттенке а вот еще мне есть три оттенка из этой же серии я вам сейчас скажу какие 40 300 ровно это колоритный вишневый вот он более плотный и соответственно у него вот этого эффекта растекания он сведен к минимуму дальше оттенок 40 291 это бесподобный сиреневый он тоже более плотный и соответственно у него растекаемость меньше и оттенок 40 294 запоминающийся персиковый вот вот эти три оттенка которые я сейчас перечислила они более плотные и нормально абсолютно ведут себя на губах ну я вот опять же это свожу к тому что они все это все это зависит от пигмента поэтому они разные оттенок персиковый ну посмотрите конечно видео там где на губах но я просто вам сейчас такие сделаю быстрые сводчи он скорее всего не персиковый а какой-то кирпичный не знаю я это персиковым оттенком бы не назвала я бы это назвала каким-нибудь нюдовым здесь кирпичный какой-то красноватый перелив есть ну для меня с персиком нету здесь ассоциации сиреневый я не смогла протестировать на губах он совершенно не летний оттенок и походить с ним мне не удалось он очень темный такой ну прям осенне-зимний дальше вишневый оттенок я не знаю мне прям вот вы сейчас прям мне кажется увидите насколько эти три плотнее это те которые за контур не не сильно выходят очень хороший вот этот вишневый оттенок тем что он не желтит зубы спокойненько лежит плотненько ну и коралловый сейчас нанесу вот он прям как как маслечко растопленное ложится и из просто потому что он легче ну я надеюсь помогла вам если какие-то вопросы будут обязательно пишите их под видео всем большое спасибо скидка тоже под видео с вами была марина соловьева до новых встреч всем пока